Огромный привет всем! Сегодня у нас будет видео про пустые баночки. Это такие, знаете, в этом месяце у меня такие были сложные пустые баночки, потому что я... что-то где-то у меня завалилось, что-то я думала, я выкинула, потеряла. В общем, думаю, ну блин. Итак, приступим. Первое, что у меня закончился шампунь, точнее. Он не закончился, он у меня вылился. Это новый шампунь, который самый последний был у меня заказ от компании Фаберлик. Я его покупала вместе с бальзамом. Очень люблю эту линейку. Волосы становятся гладкие, шелковистые, блестящие. Конечно, если у вас не объемные волосы, так скажем, редкие очень даже, тогда, наверное, вам эта линейка не очень хорошо подойдет, потому что волосы не пышные, они вот прям гладкие, красивые. Ну и что вы думаете? Конечно, когда мы ехали с моря, естественно, я положила в пакет. Конечно, может быть, я плохо закрыла. Может быть, что-то в пакет, ну, сверху пакета мы поставили. Мы, кстати, заезжали, покупали и дыни, и арбузы. Я не знаю, может быть, открылась именно вот там от давления, да, крышка, и полностью весь шампунь вытек. То есть, ну, вот такая вот получилась у меня пустая баночка. Не по моей вине. Вот. Конечно же, буду повторять, и повторяла, и буду повторять хороший, очень хороший шампунь. Еще мне нравится сыворотка из этой линейки. Ну, вот почему-то ее нет. Дальше. Так, ну, не знаю, для чего я показала, положила показать вам сплат. Обычный. Обычная зубная паста. Дальше про волосы, да. Про волосы у меня закончилась вот такая маска. Это Ботаника. Также Фаберлик. Я ее покупала, кстати, по-моему, по акции за 99 рублей. 99 рублей она, по-моему, была по каталогу. Еще минус 20% скидка. Ну, в общем, 80 рублей, шикарная маска. Мне 150 миллилитров. Ну, пахнет она достаточно приятно. Такой вот чем-то зеленым, травным. Ну, такая, знаете, на четверочку. То есть, хорошая. В принципе, нормальная. Если будет она опять по акции, я ее, конечно же, обязательно повторю. Дальше. Ну, давайте. Значит, бархатные ручки. У меня закончилось жидкое мыло. Что бы вы думали? У меня еще закончилась пенка для умывания от черного жемчуга. Такая она голубенькая. Если я сейчас найду в интернете, то я обязательно, конечно, вам вставлю картиночку. Она у меня закончилась. Мне осталось буквально там на один, на два раза. Но у меня эта пенка упала за стиральную машину. Я вот говорю, у меня в этом месяце какой-то, знаете, не до пустышечек, да, так получилось. Ну, и что вы думаете? Конечно же, я сейчас вообще не имею средства для умывания. Но я вот этим средством бархатной ручки мою руки. И я умываюсь им же. И, между прочим, очень даже неплохо. Кто-то вот прям, знаете, покупает это щеки умывать, это веки умывать, крем для подбородка, для носа, для всего. Вот, пожалуйста, я умываюсь бархатными ручками, чувствую себя вполне отлично. Я, конечно, вам не рекомендую это средство, как для, знаете, макияжа, да, там, как утреннее умывание. Конечно, нет, но я так делаю сейчас. Нужно вообще, кстати, сегодня я делала покупки. И вот почему-то я не купила себе умывалку. Ну, наверное, завтра нужно это исправить, потому что я вот уже, честно, наверное, неделю убываюсь. И причем, ну, мне нравится, и я как бы, ну, и не думаю о том, что мне нечем умываться. Потому что вот, в общем, закончилось уже вот это средство у меня. Жидкое мыло, оно у меня осталось чуть-чуть, его совсем чуть-чуть. Ну, вот, в общем-то, допользую и на лицо, и на руки, и сразу на все, да. Дальше, крем-пудра Елена. Мы идем по такая вот одна у меня единица декоративной косметики. Это средство я тоже очень долго искала. Я думала, что я его забыла в Коктебеле. Я думала, ну, что же делать? Во-первых, я собираю парфюмы и именно декоративную косметику, которая у меня закончилась за год, чтобы в конце года подвести итоги и посмотреть, сколько и чего у меня, значит, закончилось. Но вот это средство как бы важно, это не просто там жидкое мыло или мыло для, пенка для умывания, да, которая у меня упала и упала. Ну, когда отодвинем стиральную машину, тогда я достану, да, ну, в общем-то, а что делать? По вот этому средству, конечно, я уже прям запереживала. У меня уже были мысли, что уже как-то нужно, наверное, распечатать на принтере, значит, фотографию вырезать и вложить в косметичку с пустыми баночками. Ну, потому что это важно. Важно, сколько тональных кремов я закончила, сколько туши, сколько помад. Для меня важно посмотреть. Ну, нет, слава богу, я нашла. Я нашла крем-пудра Елена. Это такое, знаете, как BB-крем с очень легким покрытием. Текстура интересная, крем вы наносите, крем питательный. Можно, по-моему, вообще не наносить никакой крем. Когда я им пользовалась, я не пользовалась кремами. Я просто брала вот эту крем-пудру от Елены и пользовалась. Значит, когда вы начинаете вот распределять крем по лицу, он начинает загустевать и превращается вот, ну, да, что-то около пудры. Но покрытие не сильное, поэтому все-таки, наверное, я его... Ну, может быть, и куплю, смотря какая цена будет. Я его покупала на Валберес. Если будет просто очень и очень бюджетно, то, наверное, куплю вот как такое, знаете, вот вы дома находитесь, вам не нужно краситься, но просто, чтобы себя немножечко освежить, вы нанесли и все, да. Вроде бы уже такая распрекрасная. Но вот летом, что мне не нравится от него, кожа все-таки жирнится. Так что вот я закончила. Конечно же, я отложу, отложу. Посмотрю в декабре, в конце декабря, сколько у меня декоративной косметики закончилось. Итак, Нивея дезодорант. Энергия свежести. Потрясающий запах. Аромат потрясающий. Вот такой голубенький. Действительно свежесть. Вот, имейте в виду, если кто увидит по акции, обязательно берите. Итак, Эльсеф, Лореаль Эльсеф. Это двухфазное средство. Значит, двойной эликсир, полное восстановление 5. Это такая вот линейка, знаете, есть шампунь и маска, которая белая и с красными крышками. Сначала, когда я им пользовалась, мне очень сильно понравилось. До него у меня был Глискур. Черный, по-моему. Ну, не важно, Глискур они, в принципе, все плюс-минус одинаковые. После того, как я использовала полностью флакон Глискура, я взяла Эльсеф, и я подумала, что мне нравится больше. Больше, чем Глискур. Но все-таки нет. Все-таки нет. Вот по истечению времени, когда я израсходовала это средство, я поняла, что Глискур все-таки мне нравился больше. И это средство очень быстро у меня закончилось, потому что я очень много его на себя наносила. Знаете, такое ощущение, когда вот... Что-то тут еще есть, да? Когда вы наносите, и волосы... Нет, уже ничего нет. И волосы такие становятся влажными, они становятся шелковистыми. Но когда это средство высыхает на ваших волосах, ваши волосики, знаете, это прям вот как-то так вот становится колом даже немного. То есть, закончила, но, наверное, больше я не куплю. Ну, рекомендую. В принципе, это не самое плохое, что бывает. Четверочку, да, с вами поставим. Итак, два парфюма, которые закончились. Я их показывала в прошлом видео. Ароматы за июль месяц. Ну, конечно же, в пустышках мы тоже на них посмотрим, потому что это пустые баночки, флакончики. Это персив дьюм. Это эйвон. Это зелененький персив. И знаете, вот 4 дня, наверное, назад он у меня закончился. И сейчас я его взяла в руки и поняла, что я уже по нему соскучилась. Какой он хорошенький. Он свежий. Он легкий. Он очень позитивный. Зелень. Немного даже, ну, не морской бриз, Ну, вот свежесть. Свежесть здесь заявлена дыня. Ну, дыня однозначно зеленая. Цветы такие вот какие-то, знаете, легкие. Все очень легко и просто. Такой девчачий, молодежный. Очень простой. Очень. Если вот это парфюм на каждый день. Если вы не хотите никаких серьезных ароматов, мне кажется, ну, зимой он тоже прекрасно подойдет. Вот, естественно. Ну, просто сейчас лето. Мы говорим про лето. Чтобы не перегружать себя. Чтобы не задыхаться в жару от каких-то парфюмов. Пожалуйста. Перси в дью. И, между прочим, он достаточно давно уже тоже выпущен. В каталогах. И его, слава богу, не снимают. Потому что вот он, он хорош из-за того, что вот он такой свежий, нежно-зеленый. Но для меня он именно про зелень. Все-таки воспринимается в большей степени как зеленый парфюм. И еще один. Туалетная вода. А, это тоже, кстати, туалетная вода была. Так, туалетная вода. Дольче Габбана Императрица. Габбана Императрица. 100 миллилитров. В прошлом видео говорила, что это парфюм не оригинальный. Этому флакону уже лет 5-6. Схожесть у него где-то 90%. Стойкость на мне часа 2. Но, знаете, на мне оригинал держится 3. Поэтому, опять же, уже говорила, что я никому не рекомендую, конечно, покупать парфюмерию. Именно вот такого сегмента. Лучше возьмите какой-нибудь Ларифт там или что угодно. Шейк. Или вообще возьмите, конечно же, оригинал. Кстати, на мейкапе я сделала заказ. Не знаю, сделался он мне или не сделался. Мне еще письмо не приходило. Никакое на почту, что его уже отправили. Но собрали, да, приходило. Вот, значит, так что будем ждать с вами новые парфюмки. А с этими двумя я, конечно же, прощаюсь. Очень надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, на вашу подписку. Давайте встретимся с вами в комментариях. Пишите, давайте обсуждать какие-нибудь парфюмерные темы. Темы ухода за собой. Темы того, что, оказывается, можно умываться бархатными ручками. Да? Ну, вот так бывает. Почему бы и нет? Все, до новых встреч. Пока-пока.